Всем привет, с вами как всегда Жора, и сегодня мы начинаем четвертую серию мировых приключений. К сожалению, из-за обстоятельств технических шоколадок, мы сняли четвертую серию, она получилась очень плохая из-за технических шоколадок, и пришлось сейчас вот переснимать. Но тогда я уехал, и сейчас её изменили, чтобы я попросту не знал сюжет. Так что да. Так, ну, чё, из чего начать? Мы появились, тут снег, там дождь, не суть. Пошли эти, короче... А, у меня тут заново квесты выполнились. Даже некоторые выполнились, которые я не выполнял. Золотая руда, каменная тюрка... Что из этого я выполнил? Ладно, не столь важна суть. Пошлите сейчас... Как интересно! Давайте его убьём! Чё бы и нет! Где наши скрелы? Вот наши скрелы! Ты миофан! Что ж с тебя выпадет? Ёп! Ты чё творишь? Ты чё гимнастикой за... Да он гимнастикой занимался. Почти-почти! Да! Убили лиофана! Что ж с него выпало? Выбил лиофана, чеша лиофана и инферин. Пошлите это всё положим в сундуки и посмотрим, что мы из этого можем сделать. Да! Так. Прогаем. Закрываем дверь. Инферин. Вот. Чеша лиофана. Левиа... А вот она. Что из себя можно сделать? Призубец волны какой-то крутой. Клэгрия виофана есть, чешуя есть. Алмазы нету. И кости бракона нету. Висящую чешуи нам надо, чтобы сделать броню. Потом скрелы можно сделать. По скрелы и блоки мы сейчас можем уже сделать. Что из клыка? Скрелы и вот это. Больше ничего. Тогда давайте их пока отложим. Так. Что ж. Уже темнеет. Мы можем поспать. Нет. Пошлите в деревню прогуляемся. Какая сложность 31? Вы чё, опупели? Сложность 31. Совсем опупели. И теперь по охотнику. Ну, ладно. Вот это у вас там мужская любовь. О! Вот то, что нам надо. Как краски книжными полками. Мы сейчас их соберем. И в будущем они нам понадобились. Очень сильно. Ну, я думаю, все понимали, для чего. Для стола зачарования. Также тут много еды, которая у нас кончается. Ну, конечно же, мы потом ещё посадим. Мы ж не злые. Мы хорошие. Ну, тут, видимо, уже не посадим. Хотя вещи посадим. Получается, садим вот здесь. А, не-не-не-не, я тут ещё не забыла. Да куда вы замерзаете? Садим. Тут очень много морковки на этой прятке. Пойдём. Садим. Дальше вот здесь вот нам надо посадить. А вот здесь вот уже пшеницу. И две морковки давайте посадим. Садим. Спасибо, спасибо за пшеницу. Забираем наш факел. Дальше паркурим сюда, потому что там верстак. Э. Ниппон. Ниппон! Ой, я косой. Ладно, пойдёмте в другую месту. Там слишком плохая дверь. Мне нужен динамит. Мне нужен динамит. Очень сильно. У вас есть динамит? Нет. К сожалению. Так, ладно. Что ж, добываем. И крафтим хлебушек. А вот это и... О, два уже написал. Былопыток, пристал. Нам дали до сих пор. Чтож, 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 идём домой. Нас кто-то ударил. А это уже страшно. Тут какая-то бомбёжка, видимо, бандитов произошла. Сложность девятнадцать. Откуда у нас такая большая сложность, я не понимаю. Ой. Нам сюда надо. Поднимаемся. Так, ложа. Я сейчас очищу. Здравствуйте. Почтавел. Вам письмо. Подпису. Ладно. Подожди, я инвентарь хотела очистить. Хорошего дня. Спасибо вам тоже. Так. Пусть будет. Яйцо. Ну, пить нам надо всегда. Это сюда сложим. Это на случай если сломается. Жилеты можно и положить. Так, чё по письму. Давайте почитаем. Ну, здравствуй. Как дела? Я думаю, у тебя всё отлично. А вот у твоего дружка Стива будет проблема. Большие. Смайлик. Улыбающий. Ты чё улыбаешься, Стив мой, это, врук. Ну. Запятая. Я хочу тебе сказать, лучше предупреди его. Запятая. Чтоб он совсем не покалечился. Точка. Ладно. Мы всё о нём знаем. Запятая. И если ты увидел это письмо, запятая, то и о тебе достаточна. Его деда мы в покое не оставим. Так что лучше, держитесь на чеку. Неизвестный. Слышь, а чё за это за неизвестный? Я ему ща... Кунфу по... Кунфу, блин, крапец, у микрофона не падай. Видимо, я кунфу по микрофону случайно мысленно принёс. Он аж упал. Это... Привет, Джо. Сив, ты этого не видел. Хоро... Хорошо. Мне твоим не объяснять. За мной. Эээ... А чё тоже... Чё это такое? Какой бедрок? Это чё, какой-то дан что-то есть? Прокон. Стив, подожди, у меня деревья сосут. Стив, ты куда? Подожди, какое нет времени обисять? Я тебе о письме хотел ещё рассказать. Да и ты того не видел, хорошо? Это чё ещё за скроение? Так, ладно, сик, пошли, куда мы идём? А, сюда? Шифр. О! Заходи! Давай, спускаемся. А, я если посмотрю, то я наверх, кстати. Стив, ты потерял пять, по тебе нормально? Это чё такое? Деревня. Деревня. Фух. Да болись. Это похоже на деревню. Деревня. Армия. Знакомься. С кем? План захвата вещества. Золотая печенька. Это наша лейбная база. А, 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 а тот дом. Десять тысяч день е, золотая печенька, ну всё, я ворую, я её продам. Цена одной печеньки в день. Ну, необычная, золотой, наверное. Я её поставил из частей завода. Или стой! Это, это, как там, коррупции, как там её? Короче, теперь одна печенька. А, я, кстати, все печеньки съел. Вот, блин, стоять десять тысяч день е, так мы ж на печеньках могли это... На табличках расписаны мои заметки. Слушай. Понятно. Мы на печеньках могли навариться. Так, возраст старика 70-80 лет на одну печеньку. Ты же помнишь моего деда из того города? Который ещё не мой. Так вот. Да, помню, подожди. Чё за золотой акрил? И почему её так мало? Примерно, какого вещества. Каких веществ? Золотая акрила, что ли? Имя деда Карл. Так, твоего деда, что ли, Карл зовут? Вещества его акрилы, я это уже понял. Если деда в плен, больше информации. Если деда убить, меньше информации. Так, Штип, я пока ничего не понимаю. Ты давай объясни мне, и почему тут делают накрил? У нашего, у него есть знакомый, старик, который живёт в соседней деревне, спереди от твоего ниночного дома. Ланьше мой дед, и он крутили свои мутки. А, то есть они были друзьями, ага. Но, этот старик кинул его. Вот это он кидалово, крыса. Давай его, это, найдём. И спротив него, почему он кинул. Эта чепуха сейчас имеет свой бизнес. Какая? Ты про стол, или ты про старика? По производству золотых печенек. А? Вот, тут самое интересное. Да я уже заметил. Смотри. Нет, конечно, дорого, цена одной печеньки в денье. Её стоимость? Десять тысяч в денье. Я понял, а обычные печеньки тоже, что ли, теперь десять тысяч стоят? Десять тысяч в денье! Нет, видимо, это только золотая печенька. Не, ну, десять тысяч на эти деньги я могу себе, там, миллиард мечей купить. Или чё, миллиард печенек обычных. Зачем мне одну золотую эту покупать? Лучше я куплю много печенек. Эта печенька имеет такой же рецепт, как и обычная. А в чём тогда суть? Только посмотри сюда. Вещество золотых грил. Имя деда Карла. Чё, они из Карла делают ещё печеньки? Почему у тебя лестница? Вот это вещество золотого акраил. Почему у тебя лестница? Есть только этого старика. Ладно. Я повесился. Так, ну, то есть ты хочешь ему отомстить за то, что он кинул твоего деда, то есть обманул. И только у этого Карла? Ну, в своё время он добыл этот ингредиент втайне от моего деда. Я понял. Потому что он его кинул и не хотел это рассказывать. Я верно говорю, Стив? Вот, смотри. Походу, ты мне сейчас и расскажешь. И? Это какой-то город? Это та самая пристань? Или это деревня, которая возле нашего дома? Или это что-то новое, что я ещё не видел? Вот, где-то в северной части деревни его дом. Ага, а в какой деревне? Которая возле нас? На пристани той самой? Или ещё какая-то деревня? Я хочу стать богатым. Жор, что я хочу тебе сказать? Что же? И почему ты... Ладно, забудем. Мы можем отнять это вещество у этого сухая. Сухаря, я сейчас его съем и всё. Все печеньки будут мои. Ну, золотые. Так. Но у него есть очень сильная охрана и своя армия. Да без проблем, у меня есть серебряный меч. Или он не справится против них. Вот, можешь почитать некоторую информацию, которую я добыл. Ну, я уже прочитал. А если ему 70-80 лет, это значит, что он, по идее, скоро умрёт. Чисто. Так вот. Ну, тут, я так понимаю, реки, а вот наши ушли... Если мы сможем перебить его войска... Я так понимаю, мы сможем раздобыть это вещество и завладить его фабрикой, да? Или что там у него? Эта река напоминает эту реку, которая возле нашего дома. А возле нашего дома есть деревня. Которая через эту реку. Значит, возможно, это наши герои. Мы сможем использовать этого деда и его производство. Мы в свою пользу. Блин, я письмо дома оставил. Я бы тебе мог рассказать про письмо. Это что такое, блин? Ну вот. Я все поняла. Как ты на это смотришь? Ну, давай, в принципе, я хочу стать богатым. И тебе помогу, потому что я этот дед кинул. Да, я знаю, что отлично. Конечно. Я про это и говорил. Этот дед кинул твоего деда, значит, мы... Это... Сделаем все возможное, чтобы он остался ничем. Вот. Ну, я тебе помогу, вот. Ладно, пошли, выйдем. Блин, понимаете, если я сейчас, по идее, помогу Стилу, то я могу стать богатым. То есть я не буду бедным, который в 3 серии, в прошлой серии, точнее, даже, продал все, весь булыжник, просто чтобы... Отчет. Согласен. Просто, чтобы, понимаете, купить какой-то мить. Сив, 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 что с тобой? А, вот. Я забыл поставить туда богатый пароль. Слушай, мне... Как бы мне было смешно. У меня есть... Но я забыл. У меня есть кирка, Сив. А, у тебя тут... Ну, ничего. У тебя даже получше, чем у меня. Я опять-то оборван. Кстати, что ты, описался? Порубим. У-у-у. Может, мне... Выходи. Я уже вышел, Сив, встань. И это, я могу поставить дверь обратно. Не надо, я сам. Ничего. Поставлю обратно сам. А, ну, давай ты ставь. А мне что, это в подарок? Ладно, дома у нас поставлю. Главное, не забыть, как Сив. А, это чё там, бояк? У-у-у, Сив. Чё ты тут действовал? Теперь надо думать. Давай подумаем. Как-то всё реализовать. Да смотри, просто берём. Берём его. Захватываем его дом, берём его заложники и требуем его фабрику. Ведь подобного плана у меня нет. А вот и я тебе только что пересказал. Пошли, хотя бы посмотрим на этот дом сдалека. Сив. Не тони, Сив. Не умирай. Ты мне ещё нужен. Ты чё со сложностей? Сложность играется с нами. Оно то меньше, то больше. Вот это тут красиво всё растаяло. Так. Сив, зачем ты меня сюда прийдёшь? Пошли. Ты серьёзно? Там можно уж было пойти. Сив, не тони. Вот так вот можно просто проверить. Чё ты... Ты явно закаляешься. У тебя нету дырки на попе? Ох, нету. Тихо. А нельзя было просто там, блин. Сив, почему тут леса слишком быстро растёт? Ммм? Чё застал? Вот он. Кто? Кто? Опять янтекс включился. Отличается от других. А, дом! Ну, дом, да, сильно отличается. Блин. Там какой-то проход. Чё, Стив? Эн. Эн. Сив. Ты чё? Чебуракнулся? Обгурился? Не, страшно. А, теперь поеду, чё ты чебуракнулся. Почему? Ну, смотри, это просто дом. Вот так вот, подойди, да и всё. А-а-а! Чё проезжаешь? Бежать, беги! От кого? Кто там? От кого? От кого мы бежим? Ай! Солдаты! Стив. 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 Стив! Ну, вроде от них касали. Там какой-то сундук. А, это от бандитов. Стив. Беги. Беги, Стив. Они за нами бегут? Тот, нет. Стив. Стив, почему у тебя так мало ХП? А, тебя аж побили. А вот по мне, кстати, не попали эти солдаты. Ё-маё. Согласен, Стив. Какой-то ё-маё. Он так сильно охраняется. А чё у нас дом? Дверь. Стив. Со всех щелей. Повырезала охрана. Стив. Кстати, Жон. А это чё такое? Как тебе ремонт? Это ремонт. А, видимо, когда я эту штуку нашёл, которая ещё была закрыта, там, видимо, строители ещё строили. Вот это, вот это, да. Я нанял обочих, которые быстро тут всё построили. Это, конечно, да, но они тут свет запали поставить. И потолок. Ладно. Видимо, это не секретность. Вау. Вот это красиво. Вот это да. Так, тут тоже. Чифты где? А, вот. Кстати, смотри. Да. Что я добыл. Хех. А, вот ты развернуешь. Кошь, давай. Не, ну прощи его. Не то, что того рабочего, который набросил. А-а-а-а. Это, это солдат. Но это не солдат. Что за чёт? Я не знаю. Но у него было дописано S. И он пришёл махаться. Как те солдаты. Это тебе. На. О, спасибо. Сколько урона? Сколько? Ещё мне этот меч не нужен. А-а-а, у него перезарядка долгая. А-а-а, он быстро ломает. Приходит. Чё, Степс? Это лужи я, кстати, добыл в том самом городе. А-а-а, я его не вижу. Он слишком далеко. Блин, мне Яндекс надо закрыть. Я забыл сказать его название. А как его называют? Так, год под названием Гео-Гиевгад. О-о-о, прям похоже. Памя как будто в честь тебя. Согласен, прям как будто в честь тебя. Ладно. Ладно, чё. Блин, давай праздник ускроем, то что город назвали в честь меня. Я, я крутой. Давай добудем побольше оружия. А-а-а, ну, Паша, и чтобы тех солдатов победить. Чтобы кокнуть стрейка. Ну, ребята, о продолжении вы увидите в следующей серии. Давайте. Всем пока-пока. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видео. И всем пока.